Делаю ванную комнату в доме из бруса, в этом месте будет душевая кабина И для слива воды приобрел вот такой трап фирмы ТИМ Каталожный номер БЭТ 416-5C2 Преимущество его такое, это защита от запаха, сухой гидрозатвор Это значит, что если вода высохнет, то неприятный канализационный запах не будет поступать в комнату А будет закрываться двумя шариками, которые установлены в комплекте Интересный дизайн, прямоугольная форма, длина 65 см Установить его нужно будет в этом углу Нужно будет протянуть канализационную трубу сюда, 50 мм, подключить к трапу Чтобы приготовить этот трап к завивке стяжкой Разобрал трап, вот так выглядит, вот смарт-затвор Открывается крышечка Вот два шарика, которые не дают запаху выходить из канализации Вот так они устанавливаются Потом трап Это защита от волос Потом можно будет все это снять, прочистить И стальная декоративная решетка Довольно-таки аккуратная Вот такая большая площадь слива Но выход на трубу 50 Здесь сделан бортик для укладки плитки Вот так плитка укладывается из-за под лицо с рапом Здесь еще положили комплект ткани, которая обеспечит гидроизоляцию Но это уже будет сделано вот так Врезается, гидроизолируется И здесь укладывается плитка за под лицо с трапом Это вот ключ, вынимать решетку Но можно вынуть отверткой, ножницей или саморезом То же самое Теперь нужно его правильно установить на пол ванной комнаты На стене установил уровень на 1 сантиметр ниже линии Где будет наклеена напольная плитка И по этому уровню установил трап верхней его точки То есть расстояние между трапом и основным полом будет 1 сантиметр Трап ниже основного пола на 1 сантиметр Этого хватит, чтобы вода спокойно утекала в трап А затем в канализационные трубы Теперь нужно доложить утеплитель между лагами Выровнять поверхность Установить маяки И затем заниматься стяжкой На этом трапе установлены регулировочные кронштейны И при помощи них его можно легко поднять Или опустить относительно определенной точки Маяки в комнате я поставил Теперь мне нужно сделать маяки в зоне душевого трапа Трап я установил по уровню Он расположен на 1 сантиметр ниже основного пола И к нему нужно сделать наклонные плоскости со всех сторон Я отрезал маячок и установил его в трапу Вот так в этом месте он заподлицо Вот с этой плоскостью А здесь он в другом месте находится на уровне пола Здесь получается скат высотой 1 сантиметр Теперь мне нужно сделать так же еще в трех углах Вот в том дальнем углу И вот здесь вот уже маяки будут более длинные Будет это выглядеть вот так Край маяка я ставлю на уровне плоскости трапа А второй край я буду выравнивать с маяком Который отбивает основной уровень Вот таким образом их я положу на цементную смесь С этой стороны Напротив него сделаю точно такой же скат И в дальнем углу тоже придется отрезать небольшой маяк Вот теперь все Разуклонку к душевому трапу я сделал Здесь будет душевая кабина Уровень пола у меня будет на одной отметке А трап у меня будет установлен на 1 сантиметр ниже Установил маяки к трапу Развел их по четырем углам И наклон у них будет на 90 сантиметров 1 на сантиметр наклона Если от трапа установить уровень строительный На маячок То как раз здесь воздушный пузырек уходит вправо Все как и должно быть Теперь жду когда высохнет И через пару дней можно заливать стяжку пола Теперь нужно залить цементную смесью зону душевого трапа Сначала в промежутке между трапом и стеной Набить необходимое количество раствора И по маякам с наклоном вывести его в уровень И так же нужно сделать по всем четырем сторонам Напомню, что маяки установлены здесь под наклоном И соответственно Провилом нужно сделать точно такой же наклон При помощи цементно-песчаной смеси Вот так вывожу зону трапа по плоскостям Справа, сзади, слева Сейчас буду выводить по центру Длинным правилом здесь не выведешь Потому что будут мешаться Вот эти вот маяки основного пола Ширина душевой зоны узкая И стандартное правило, которым я работаю Не помещается Пришлось вырезать из доски вот такое вот импровизированное правило По ширине как раз душевого поддона Им сейчас я буду выравнивать раствор по двум направляющим Душевой поддон залит Наклон составляет 1 градус на 90 сантиметров длины Это вполне достаточно для хорошего ухода воды В канализацию А теперь осталось дождаться, пока высохнет смесь Достать маяки, замазать впадины И ждать, пока стяжка высохнет полностью Для дальнейшей вкладки плитки А у меня на сегодня все Подписывайтесь на мой канал Пишите комментарии Смотрите новые видео До новых встреч!